ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Понимаете, что Ника Сафронов не первый раз в нашей студии, не первый раз вы почетный гость нашего эфира и часто бываете в Ростове. Вам полюбился этот город? Вот немножко о чувствах к этому городу и что вас с ним связывает? Ну, очень много связывает с городом, в котором я учился, в грековском училище, и самые лучшие воспоминания из юности – это именно этот город. Я был молодой, приехал из Одессы, а до этого из Ульяновска, и для меня было какое-то открытие. Вначале год в Одессе, а потом три года в Ростове, и тем более у меня здесь родственники по отцовской линии – донские казаки, поэтому этот город связан еще и с моими предками. Город для меня близок, приятен, родной. Конечно, было одно время мы... Я долго не был здесь, потому что я был в отъездах, я переезжал, учился и так далее, но я всегда знал, что есть некая такая малая родина – Ростов и Ростовская область. Вот, и как-то позже возобновились отношения с училищем. Вот, я здесь делал выставку. В Ростове она была очень успешна, прошло около 40 тысяч человек. Все это было проделано очень высоко. Несколько картин взяли для музея, две, по-моему, картины, и пару работ взяли для Чуза, где я когда-то работал. Вот, до сих пор мы дружим с Аристархом Ливановым, который когда-то работал в этом Чузе, потом уехал в Горьковске и переехал в театр, но потом Москва, но вот мы до сих пор именно благодаря этому городу мы общаемся и дружим. И, конечно, Дмитрий Дебров, с которым мы дружим многие годы, это тоже объединяет именно Ростов, любовь к казачеству, любовь к этому региону и к этим замечательным людям. Поэтому во мне течет часть казачьей крови, поэтому тут как бы не обсуждается, почему приезжать, для чего. И вообще это уникальное место. Мне думается, что наиболее вкусное, интересное в России именно вот эта область. Это и говорок, это и люди, это и харизма. Я когда-то приезжал с Виктором Мережко, и с Юрией Лонго, такой был белый, так скажем, мак, но и психолог, и нас награждали генералами, там, атаманами, и полковниками и так далее. Ну, это, конечно, традиция такая приятная у гостей. У гостей всегда есть желание еще больше сблизиться, и не все кому это удается. И вот эта традиция, ну, приблизить через казачество к этому месту, оно является таким знаком ритуальным и очень приятным. Я, знаете, очень переживаю, вот, глядя фильмы, читая книги, про тех казаков, которые были репрессированы, которые были уничтожены. Это лучший свет России, именно оплот, который защищал когда-то южные границы от врагов, скажем, тогдашней России. Поэтому это боль внутренняя. И мне сделали подарок, у меня был недавно день рождения, и вот пригласили именно данских казаков, и они исполнились не для тебя, а растут цветы. Очень здорово. Я тоже присоединяюсь, поздравляю вас с прошедшим днем рождения. Спасибо большое. Цель этого визита, она благородная. Вы передаете Ростовскому училищу имени Грекова три гипсовые скульптуры, чтобы ребята могли с них рисовать, могли учиться живописи. Расскажите, что это за скульптуры? Ну, вы знаете, был подписан контракт, обратилась ко мне, компания обратилась по поводу выпуска салфеток, с моим изображением. Вначале я отнесся к этому очень, так сказать, скептически, как-то салфетки, я думал, что это не очень солидно. Но, посмотрев и вспомни, что и в Лувре, и в Дрездене, и в Лондонском государственном музее, везде продаются подобные продукции, и салфетки, и вот эти, площадка для мышек, так сказать, движений, кружки и так далее, и так далее, и так далее. В этом нет ничего, это поляризация. Мы же не картины продаем, как говорится, а всего лишь вкусные, приятные на вид. Я, тем более из каких-то еще соображений патриотических, так как это связано все-таки с Ростовом, я сказал, хорошо, я буду, как бы, работать с вами, но деньги, процент мой, который мне должны будете дать, я должен попросить передать их именно в училище Греково. И все с удовольствием согласились, и более того, они от себя еще это делают. И была продана картина, которая пошла на училище, на закупку каких-то предметов для рисования моделей, и были отправлены девочки. Анастасия Лужко. Да, Лужко, Лужко была отправлена на Дельфийские игры в Владивосток, костюмы девочки со второго курса были отправлены вот в Америку, в Калифорнию, по-моему, я не помню сейчас, и там она поедет потом, тоже будем помогать, поддерживать, где будет конкурс. Она единственная, кто попала из России на этот фестиваль, скажем, на этот конкурс костюмов. Ну и вообще поддержка студентов. Мы взяли обязательность поддерживать талантливых студентов, давать стипендию повышенную. Вот я помню, как я сам не мог на эту стипендию жить и подрабатывал и грузчиком, и дворником, работал и сторожем, вот, и грузил вагоны, там, всякие контейнера, чтобы подработать, будучи студентом, потому что жить студенту очень тяжело. Тяжело особенно талантливых, не всегда талантливые, совпадают с обеспечением своей семьи. И именно это, наверное, является и стремлением достичь чего-то в этой жизни. Вот я приехал из большой семьи, из Симбирска, скажем, Ульяновска. У нас было шесть детей, и я понимал, что надежда ни на кого. Мама, медсестра, папа, бывший военный, так сказать, в отставке. И это вот давало мне повод, ну, заработать больше в то время, когда потребности большие, особенно сегодня. Если тогда кружку молока с куском хлеба было, ну, более-менее достаточно, а и кино, кинотеатр, пойти в кино. А уж в ресторан мы не мечтали этого. Сегодня это дискотеки, это дорогие одежды, джинсы какие-нибудь модные и так далее. Поэтому потребности больше, и человека не надо обижать. Он должен чувствовать себя все-таки социально на уровне. И вот поддержка такая никогда не мешает, чтобы человек чувствовал, что он правильно делает, стоит на своем пути и движется к какой-то цели. Это пример личный, это и финансовая естественность. Если ты состоялся и можешь поделиться, это очень хорошее начало, начало и хорошее такое, почин или продолжение. Вот я всю жизнь занимаюсь благотворительностью. И не помочь своему училищу, который я люблю, который дал мне главный источник для жизни, для творчества, для имени. Это, конечно, отсюда. Все пошло отсюда, из Ростова. Вы общаетесь же с ребятами, что они говорят, ну и вообще в целом владеете ситуацией. Какая помощь сегодня необходима молодым художникам? Можно ли сегодня без помощи пробиться, добиться чего-то? Как изменилось вот это направление? Ну, помощь всегда нужна, понимаете. Человеку никогда не хватает, особенно молодому, который, так сказать, хочет иметь хотя бы основные какие-то там, ну, краски, холсты, мольберты. Потому что, я помню, мы рисовали на всем, что попадется. И картины переворачивали у меня. Училище подарило мне несколько старых моих работ студенческих. И на одной стороне, там, скажем, такая сцена моделей, а на другой стороне обнаженка. Но они перевернуты. Я теперь не знаю, с какой стороны. Там с одной стороны одна часть, другая совершенно перевернута вверх ногами. Получается, мы, показывая, скажем, одну сторону, вынуждены другую показывать вверх ногами. Но, поэтому, вот, поддержку таких простых вещей. Я только что был в Санкт-Петербурге. У меня открылась выставка в Смольном, вот, с губернатором Полтавченко. Был ужин, и на ужин мне преподнесли Невская палитра краски, там, 25 килограмм, набор красок. Вот я в такой деревянной коробке, я думаю, расписать эту коробку и продать на аукционе, и деньги передать вот этому училищу. В общем, мы будем помогать разными возможностями. И вот сейчас мне дают краски какое-то количество наборов. Я их тоже буду передавать училищу. И я сейчас собираюсь кисточки делать. Ну, наиболее интересные лучи. Они будут носить, наверное, имя Никас. Я думаю, это хорошее для, опять, для стимула детей, вот, что вот когда-то у тебя будет и такое. Вот, сейчас мы привезли книги «Моя жизнь», где училище тоже касается, называется «Кино для взрослых». То есть здесь есть культура, здесь очень сильное училище. Одно из лучших в России. Вот Пензенская, Казанская и Ростовская стоят в этом ряду очень достойно. Я надеюсь, что мы будем также иметь всякие варианты и возможности. Поделитесь планами на ближайшее время. Вы рассказали о многих проектах, которые в задумке. А с какими из них в ближайшее время, возможно, вернетесь в Ростов? Ну, вот эти все работы, которые я... Задумка у меня пока это выпуск серии книг, учебников для студентов, вот, и книги с моими направлениями. Это и символизм, и Dream Vision, это в стиле импрессионистов, это и портреты. Это тоже как учебные пособия могут быть, присутствовать. А вот те, Ломоносовский завод, чемоданы, которые выходят, кожаные сумки очень дорогие с моими работами. Эти уже рабочие проекты, и вот со всех этих проектов будем сейчас, если пойдут какие-то дивиденды, будем часть денег отдавать в Ростов, в училище, вот, и, может быть, на другие благотворительные какие-то акции. Вот, меня попросил Дебров Дима сделать на тему казачества несколько картин, и, по-моему, даже на телевидении здесь озвучил. Ну, вот, это тоже, он такой достаточно эрудированный исторический человек, и мы с ним часто встречаемся, беседуем, он все время все больше и больше убеждает, вот, и, так сказать, готовит меня для написания вот этих работ, посвящено этому региону, казачеству, ну, вообще, одному из лучших моих, то есть, тем внутренних и душевных. Я надеюсь, что так все и будет. Так что здесь много задумок, еще будет выставка тематическая, связанная с этим регионом, вот, тема достойных людей, этих вот казаков, казачек, ну, к сожалению, не остались техаты, которые вот хотелось бы изобразить на работах, мы будем создавать такие некие идеалистические работы, связанные с историей Дона и Ростовской области, вообще казачества. Я благодарю вас за интервью, благодарю за такой пример, который есть у ребят сегодня, им есть на кого равняться и есть возможность общаться. Ждем вас в нашей студии, благодарим, что не забываете, что приходите к нам, что общаетесь. Спасибо. Вот не спали, но пришли с удовольствием. Спасибо. Спасибо.